В предыдущих уроках мы познакомились с программой, я рассказал вам об ее окнах, о главном окне 3D-вида, а также мы коротко прошлись по ее основным настройкам. Теперь мы приступим непосредственно к изучению основ моделирования и сейчас, как вы видите, я уже немного видоизменил программу под себя, убрал окно Outliner, шкалы времени, осталось у меня лишь окно 3D-вида и окно свойств. Также я активировал дополнение, которое будет помогать вам в случае, если я забуду сказать, что я нажимаю на своей клавиатуре. Здесь справа внизу, видите, появилась иконка мышки, если я, например, кликаю левой клавишей мыши где-нибудь, видите, подсвечивается левая кнопка, кликну правой, выделю какой-то объект, правая клавиша мыши и нажимая кнопки, вот я N нажал, открыл панель свойств, T панель инструментов, видите, здесь выводятся данные клавиши, также сочетание клавиш, например, Shift-S, вот видите, появилась, еще раз нажму, верну курсор в центр, то есть имейте в виду, если я что-то вдруг упустил и у вас не получается, всегда посмотрите сюда. Итак, в данном уроке я вам расскажу о том, как добавлять объекты в сцену и немного поговорим о 3D курсоре. Как уже было сказано в предыдущем уроке, сейчас у нас в сцене присутствуют уже три объекта и наш 3D курсор. Сейчас я с помощью клавиши A все выделю, удалю из сцены. Теперь она у нас пустая, у нас только есть 3D курсор и вот именно в том месте, где находится 3D курсор, будут появляться новые объекты. Как же их добавить? Есть три способа. Первый, если у вас открыта панель инструментов, здесь есть вкладочки, можно перемещаться по ним, наведя на них курсор мышки и прокручивая колесико, ну либо просто кликать по ним левой клавишей мыши. И вот на вкладке Create у нас есть такие меню, в которых мы можем добавлять объекты. И вот пункт Mesh, здесь список мешей, которые мы можем добавить в нашу сцену. Практически аналог данного меню находится вот здесь внизу, есть пункт Add. Нажимаете его, появляется практически то же самое Mesh, Curve. Видите, вот Mesh, Curve. Они немного отличаются с содержанием. Ну, какие-то части посчитали вынести в одно меню, какие-то в другое. Но, как видите, здесь есть плоскость, куб, круг и точно так же там вверху. И самый удобный способ, это он работает прямо в окне 3D вида, это горячее сочетание клавиш Shift плюс А. Нажимаете и у вас сразу появляется то же меню Add, что находится внизу. И отсюда вы можете выбрать любой объект, который вам необходимо добавить в сцену. Ну вот, я сейчас нажму по иконке куба, и у меня появился тот же куб, который был раньше. Удалю его. Манки. Вот в сцене появилась Сюзанна. В принципе, все с добавлением объектов мы закончили. Теперь перейдем к 3D-курсору. С этим все просто. Сейчас 3D-курсор находится в центре оси координат, и туда добавляются объекты. Я могу перейти на вид спереди, ортогональный. Смещу, например, 3D-курсор в сторону. Это, опять же, на глаз все примерно. Все, теперь опять нажимаю перспективное отображение, добавляю, например, цилиндр. И все, цилиндр появился здесь. Но, допустим, вы добавили объект сюда, и далее вы уже произвели какие-то с ним изменения, и вам его необходимо переместить в другое место. Сейчас я не буду рассказывать, как это делать с помощью инструмента перемещения. Я покажу, как это можно сделать с помощью 3D-курсора. Вот у вас куб находится на 2 единицы влево по оси Х, то есть минус 2 по оси Х. Вам необходимо на плюс 2. Вы кликаете левой клавишей мыши, переместился сюда 3D-курсор, и теперь вызываете меню по работе с 3D-курсором, Shift плюс S. Сейчас появляется данное меню, и здесь мы видим следующее. Selection to grid, Selection to cursor. Это переместить выделенное к сетке, либо же переместить выделенное к 3D-курсору. Я выбираю второй пункт, и мы видим, что наш цилиндр переносится в то место, куда указывал 3D-курсор. Если нам необходимо расположить цилиндр теперь строго по центру оси, мы снова нажимаем Shift-S. Теперь, видите, здесь такие два разделения. Первое – это выделенный объект, переместить куда-то, а то, что ниже – это куда переместить сам курсор. И мы здесь можем переместить курсор к выделенному, либо к центру, либо привязать к сетке. Я выбираю курсор в центр, курсор становится в центре оси координат. Снова Shift-S, Selection to cursor, он переместился. На этом, пожалуй, данный урок первый я закончил. Он получился такой короткий, вводный. К работе с 3D-курсором мы еще вернемся, когда будем изучать перемещение, вращение и масштабирование. Там мы его будем использовать в качестве опорной точки. Ну и по поводу добавления 3D-объектов, при изучении режимов работы я расскажу, в чем есть отличия добавления объекта в объектном режиме и в режиме редактирования.